Белорусское радио Всех ведущих, честно говоря, немного даже, ну немного, очень жаль, что вот он не дожил до момента, когда я начал работать на радио, но я всегда об этом вспоминал, всегда понимал, что есть очень много людей, которые слушают именно Первый канал радио. Сейчас, конечно, очень многое поменялось, больше радио слушают на FM волнах и Первый канал в том числе, но вот эта вот уникальность радийная была перенесена как раз с радиоточки на FM. Я, честно говоря, иногда 106,2 включаю послушать, так поностальгировать, как оно было, потому что это очень теплое чувство, формирование теплоты чувств к чему-то родному, которое, конечно, бывает разным, но оно свое родное. Это, в общем-то, мне кажется, тоже формирует некий патриотизм, который был очень важен для нас в прошлом году. И люди с более четким пониманием, что они любят, за что, почему, понимают, что, может быть, могут что-то улучшить в том, что они действительно любят, будь это радио, телевидение или что угодно. Они немножко четче понимали причины событий, происходящих в августе прошлого года и не предавали, потому что, если ты что-то любишь, то худшее, что можешь сделать, это предать. Что касается хейтеров, то, конечно, июль, август, сентябрь прошлого года писали много. Но мне либо повезло, либо так сложилось, что я совершенно индифферентен к мнению неких людей, которых я знать не знаю. И у меня вообще это соцсети, у меня нет уверенности, что эти люди существуют в природе. Поэтому я готов выслушивать мнение тех, кого я знаю, готов прислушиваться к мнению тех, кого я уважаю, чье мнение важно. Без обид, мнение остальных мне совершенно не важно. Писали достаточно много, такого спама было. Были достаточно, в основном, все однообразные. Но, честно говоря, в какой-то момент я даже стал развлекаться и среди этих всех оскорблений какие-то прикольные выискивать, чтобы запоминать. Скажем так, люди, которые оскорбляли с неким огоньком, посидели, подумали, им даже спасибо, потому что я даже как-то и поулыбался. Было мало тогда людей, которые писали слова поддержки. И очень хорошо, что сейчас очень сильно поменялось, потому что сейчас хейта нет совершенно в соцсетях. Но люди, которые с прогосударственной позиции, которые много лет считали ненужным выражать это мнение публично. Потому что все хорошо, все всех устраивает. Соответственно, зачем об этом говорить? Но работа государственных СМИ в том числе привела к тому, что люди поняли, что в текущей ситуации мнение нужно выражать, прогосударственное в том числе. Потому что так сложилось, что электоральное меньшинство своей активностью задавило электоральное большинство. Сейчас ситуация другая. Много сообщений. Мне всегда неудобно говорить, что сообщений, где спасибо за вашу работу, действительно много. Что касается личной жизни не в интернете, а в реальности. Потому что это две совершенно разные жизни, между собой не пересекающиеся. Конечно, в середине лета 2020 года некие меры дополнительной безопасности были приняты. Не потому что я что-то говорю с экранов. А потому что в то я, по большому счету, из тех моих коллег, кто, скажем, чуть активнее работает по повестке протестов, я единственный продолжал и продолжаю работать в президентском пуле. И это определенные еще сложности в том числе. Но, как оказалось, при всех сотнях сообщений с негативом, которые в соцсетях, в жизни у меня было два случая, где мне кто-то сказал, что одна женщина преклонных лет начала намекать на то, что я все вру. Ну и вторая ситуация, сколько мне за это платят. По большому счету все. За год, когда я хожу в магазины, хожу в некие заведения, гуляю по улицам, ничего. Я не исключаю, что, может быть, кто-то и хотел бы что-то сказать, но этого не делает. Но, тем не менее, вот эта вот массовость травли в интернете – это иллюзорность, которая только в интернете и остается. Как только ты выключаешь мобильный интернет в своем телефоне, откладываешь телефон, это тут же перестает существовать, и жизнь оказывается совершенно другая. Небольшая группа людей, которые придерживались неких радикальных целей, они были всегда. Методология их достаточно понятна. То есть, так как я действительно достаточно долго читал всякие эти радикальные чаты, когда некие граждане Германии, Украины и прочих стран пытаются найти в Беларуси людей, которые за 300 долларов подожгут какой-то киоск. Так, по большому счету, это никак напрямую не связано с политикой. За 300 долларов найти человека-маргинала, способного поджечь киоск, можно было и 2, и 3 года назад. Это, в общем-то, для этих целей, для маргиналов отличные деньги. Политика здесь абсолютно вторична. Ну и по журналистам начали работать для того, чтобы просто, опять же, этого хайпа в интернете было много. Журналисты самые дорогие, кого хотят заполучить, вопрос в том, что заполучить могут далеко не всех. Да, то есть, я уверен, что, опять же, и предыдущие и фильмы ОНТ, и работа спецслужб по попытке покушения на президента и его семью, и на высших должностных лиц. То есть, ну, это сложно, это очень сложно, эта комбинация гораздо сложнее. И те люди, которые работали там по Озаренку, мне и Маркову, скажем так, таких высот им не достичь вообще никогда. Ну, как казалось, им не достичь высот даже и журналистов. Журналисты просто дают, не нужно объяснять, когда ты читаешь, что готовилось покушение там на Озаренка или Тура. Для большого количества людей не нужно объяснять, кто такие Озаренок или Тур. Точно та же методология по каким-то другим чиновникам требует дополнительного объяснения. Кто это, допустим, там, председатель исполкома, еще кто-то. А журналисты просто яркие фигуры, и поэтому они стоят дороже, потому что больше хайпа. Опять же, это пересечение интернета и реальной жизни. Можно в жизни, не можно, люди считают важным сделать что-то в реальной жизни для того, чтобы получить некую отдачу в интернете. К сожалению, это такой психологический слом общества. Я думаю, что еще пройдет много лет, прежде чем, ну, все станет более адекватным. Ну, ничего, подождем. Мода заставляет людей менять свои собственные убеждения ради чьих-то других убеждений. Ну, например, там, модных дизайнеров. Если мы переносим это на политику, вот кто-то что-то модное говорит, и люди это повторяют, ретранслируют и пытаются считать, что это их, действительно, их мнение. Хотя это мнение навязано, и, значит, у этого человека мнение не сформировано свое. Во всяком случае, когда государственные СМИ работают, мы точно так же работаем с аудиторией. Мы тоже некое мнение рассказываем. Но основа нашего мнения в том, что мы подсказываем всем. Изучите, пожалуйста, все факты. Вот предоставляем мы. Допустим, почитайте, что пишут наши оппоненты. Проанализируйте, подумайте, проанализируйте факты, а не слухи какие-то и мнения иных людей. И сформируйте мнение свое. Если оно будет мнением вашим, то тогда совершенно не важно, какое оно. Оно может быть схожим с моим, может от моего отличаться. Но это мнение, наличие его я лично в разговоре буду уважать. Если я слышу в разговоре от оппонентов стандартный набор шаблонов кем-то навязанных, то это диалог для меня куда-то в пустоту. Что касаемо рубрики «Будет дополнено на ОНТ», конечно, мы еще начиная с доавгустовской событий закладывали смысл этой рубрики как раз в том, чтобы работать с фактами. Немножко мы ушли в свое время в риторику, такую более эмоциональную, потому что факты тяжело собирать. Это достаточно очевидно и объективно. Но сейчас мы стараемся работать всегда с фактами. Что касается последних тем, то их, конечно, доминирующих две. Это инцидент на литовско-белорусской границе. Здесь самый показательный факт, как наши оппоненты стали в информационной войне. с нами молчать. Соответственно, это говорит о том, что им нечего ответить. И когда мы у, например, блогеров, которые, скажем, по-другому смотрят на белорусско-литовские отношения, считая, что Минск делает все верно, когда мы их находим и начинаем спрашивать, а как вообще в Литве освещается отношение Минска и Вильнюса, они говорят, что, судя по всему, мы тоже замечаем, что раз наши власти молчат, значит им сказать нечего, значит мы начинаем думать, что что-то они там не договаривают. Опять же, Беларусь показала себя страной с крайне устойчивой политической системой и структурой. Потому что, несмотря на все давление внешнее, которое было на нас на протяжении более года, у нас никаких внутренних системных конфликтов не было. В той же Литве, под той же теме мигрантов-беженцев, поправки в законодательство, уже есть некий конфликт между Сеймом и администрацией президента по поводу того, что делать дальше. Потому что есть вот этот некий скандал с тем, что Литва, там, литовские пограничники с автоматами, с собаками беженцев гонят в Беларусь. Этот конфликт порождает конфликт внутренней системы Литвы. Это значит, что внутренняя система Литвы не самая устойчивая. Ну и моя любимая тема, конечно, это Польша. Слитые переписки их высших руководителей. Президент пока Дуда не слит его переписки. Ну что-то мне подсказывает, возможно, это тоже будет. Но, в общем-то, спустя полгода становится очевидным, у нас есть доказательная база из внутренней переписки, которую вскрыли хакеры, что Польша на государственном уровне вмешивалась в дела Беларуси и старалась раскачать августовские протесты для своих личных целей. Больше всего мне нравится, как они обсуждают противостояние с Вильнюсом в этом. И приходят к выводу, что у Вильнюса получаются лучше, потому что они лучше работают на западную аудиторию, а поляки, мол, тратят слишком много времени для того, чтобы пытаться что-то рассказать беларусам. Суть в том, что ни Польша, ни Литве нет никакой разницы на те события, которые происходят в Беларуси. И через Беларусь обе эти страны, политики этих стран набирают себе политических каких-то бонусов для Европы, для Брюсселя, чтобы потом либо занять некие должности, потому что там, например, генсека НАТО должны скоро избирать, и там гражданка Литвы очень активно хочет занять этот пост. А поляки в том числе хотят неких политических плюшек для себя, чтобы больше влиять на европейскую политику, что Польша хотела практически всегда. Люди, которые внимательно следят за повесткой политической больше года, начинают лучше разбираться в том, что происходит не только в Беларуси, но и в мировой геополитике. И это здорово. И, возможно, я пытаюсь так думать, но, возможно, тот конфликт и те беспорядки, которые случились 9 августа, стали причиной в том числе, что многие люди внутри Беларуси стали внимательнее относиться к такому понятию, как политика. И ответы на многие вопросы они уже теперь способны дать себе самостоятельно.